Вот, ребяточки, встретили земель, 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 земельечки. Пообщаемся там, знаешь как. У меня камы. Старший тракера в деле. Перевозим мощные грузы и зарабатываем реальные бабки. Всем приятного просмотра. Так, сейчас залезем. Вот, как он выглядит. Такой бардак здесь, бутс чьи-то, топорчик. О, ребята, женские трусики. Куча людей. Много людей. Бела осень, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Сейчас я сделаю видосик. Друзья, набираем профессиональных водителей. Работаем с трейлерами степ-дек. Лоу-профайл. Мы катаемся не только с одними грузами. Я еще два сегодня разгрузил. Работаем с драйверами. Оплата 30% от общего гроза. Набираем команду и овнер-оперейторов. 12% от общего гроза. Троллера степ-дек у нас есть в наличии в аренду. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Набираем. 773-771-8880. Александр. Экшн. Хелло, ребяточки. Смотрите, я поставил рампы. У меня такой план. Короче, будут загружать два хаммера. Ху, полчаса военных. Я поставил рампы. Потому что у нас же идет комбинация, чтобы мы пикапили больше грузов. У нас, кроме этого, есть еще один груз. За хорошие бабки, за семерку уже едем в сторону Калифорнии. Из Вискансена отсюда. Типа мужик говорит, дай мне, типа, 20 минут, и я приду, короче, продолжу загрузку, типа, с тобой. И мне с ним нужно дружить, потому что я знаю военные груза, они не хотят загружать на АПРД, Гватрамп, они не хотят это использовать. А я попросил сейчас, и он сказал, давай мы после нашей переклички там придем и будем тебя загружать, короче, как ты хочешь. Если я бы сказал, о, не тороплюсь, то, может, они бы сказали, что не будем загружать тебя на АПРД. Не знаю, что крайний случай, я сам даже загоню попозже. Если они скажут, нет, они тут оставят, я сам загоню, уже не первый раз. И вот, и тоже из Вискансена, только где-то 120 миль на будет ехать за другим грузом. Но это, видите, как фул лоуд. Не знаю, и может приспичить, чтобы они мне поставили еще один хаммер сюда, да, того, чего я боюсь. Чтобы три поставили, а так поставят два, и у меня как раз будет на место. Не забываем подписываться на канал, пальцы вверх, делиться с друзьями и нажимать на колокол снизу, чтобы одним из первых узнать, когда Александр залет очередное видео на канал. Только с вашей помощью мы его прокачаем. Все, друзья, вот смотрите, как мы загрузили. Вот, один обой рам, короче, чак-чак мы поставили. Это когда немногие хотят вот такую тему делать. Некоторые хотят просто ставить сюда, и все. Крутейший куртяк. Так что мы можем туда сзади поставить. У нас 21 фит, но он и нужен, 21. Ребята, нам доехать 173 мили. Мы, получается, туда доезжаем в час 30. Вот, но по-любому надо будет позвонить, сказать, уточнить, чтобы они никому не отдавали груз. Чтобы, сам, предупредить, что мы будем в час 30. В час 40, скажем. Так, вот мы заехали к ней территорию. Тут что-то... Рампу пока я не вижу. Молодец, она у них здесь есть. Все, погнали на разведка. Все, мы доехали, ознакомились с ними. Я такой сразу говорю, ты забирай это для тебя. Деливери, для тебя. Он такой, ой, уиски, типа я мечтаю. Короче, у них есть их дак здесь, который можем загрузить на колесах, да? Но он говорит, что он очень высокий, и он попросил меня поставить рампы. На самом деле, один набор рамп мы поставим, не так уж и трудно. Быстро, на раз-два. Только нам придется раздвинуть наши оси. Оси, ося. Смотрите, я поставил и подкат, только его не хватает. Этого подката, потому что здесь, видите, какая дорога, щебенка, и вот она, видите? И, получается, вот скользит. Но мне нужно раздвинуть ее. Все, вспомнил. Нам для такого случая, походу, вот это наш аппарат. Короче, для такого случая нужно поставить доску 4х4, типа 4x4. Вот она. Ставим. Опа-на. Туда. Раз. Сделаем показуху нашего трактора. Называется кейс. О, сверху номер, как будто такси, да? Либо скотч, либо что-то, кулек. На глушитель поставить, потому что ты когда едешь, да, против ветра, то есть в глушитель ничего не попадало, тем более, когда новая техника. Чтоб не было там проблем. Так что что-то поставить, какой-то кулек. Все окей. И мы еще зеркала просто с огнем, потому что, чтобы не было его в Варсайде. Смотрите, пока я его ищу. 1884 года. Представляете? Это из церкви. Обалдеть. 1848-го этот существовал, там-то церковь, до 1920-го. Прикололись. Вот он, молот. Даже интересно, да? Тут ходишь и пачкаешь обувь. И вот, пожалуйста, перейдем к зайти в офис. Раз-раз почистился, зашел красиво. И вот, смотрите, вот этот трактор, он получается чейс. И вот, короче, вот этот трактор тоже чейс. И это сам антиквар антикваров. Постоянно какие-то дилерские, должны иметь какой-то аппарат такой красивый. Который старый, один из первых. 45-69, я не знаю, что это значит. Но какого года этот аппарат наш? Прочитаю, он предупреждает. Типа, ремофф, надо что-то вытащить каждый день. Пожалуйста. И рассчитываем на маленькую пружину, да? Такой рессор маленький. О, смотрите, еще с тех времен существует вот такая движуха, чтобы крутить, да, руль, чтобы было удобно. Что это за рассеяние он там косит? О, ребяточки, камыши. Тима, надо будет кто-то видео взять с камышами. А у меня камыш. Все трудно залезть. Толстеем, ребят. Раньше как будто легче залезал. Старостная радость. Вот так вот должно было быть, видите? Вот. И я думаю, что мы где-то ехали, и может он расслабился. Вот, потому что вроде я сделал отлично, но сто процентов вам сказать не могу. Фу, как сделать тогда, раз такое дело? Может, может вот так, чтобы он вообще ни в коем случае не упал. Так тоже нормально будет, сцепочка такая. Все. А ты что поешь? Все нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Я еще сюда не уехал. Смотрите, я вспомнил, что мне нужно покушать. Я все это сделал прямо здесь. Ну, сперва присядь-то, пообщайся там, знаешь-ка. Так, хорош баловаться. Так, теща, отдельный респект. Потому что смотрите, какая вкусняшка, ребята. Даже передать не могу. Картошечка, мясо. Скажите, жаркое. Вкусное. И как мой батя говорит, тебе сколько подошв дать? Я такой, что? Хлеб. Я говорю, давай мне одну подошву. Потому что реально стритка огромная. Реальная подошва. Ааа. Сейчас бы еще лучок, ребята. Блин, я забыл. Дома есть. Возможно, все. Но главное, в следующий раз не забыть жаркое. Здесь у нас круто. Теща приготовила. Людочка, тебе спасибо. А супруга упаковала. Зая. Отдельный респект. Ребята, у вас тоже так. Знаете, когда в гостях кушаете, либо там теща готовят. Это реально вкусно. Почему вкусно? Потому что привыкаешь к домашней еде. А вот что-то новенькое, либо в гостях кушаешь. Как будто, блин, такое вкусно. Думаешь, во-во-во. А если супруге скажешь, что там, как бы, вкусно, она скажет. Спросит, что вкуснее моего? Скажешь, нет, конечно. А то получишь леща. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, я вышел на разветочку, если я правильно припарковался. Потому что парковка вся забида, весь трактапчик, биточек. Но здесь, смотрю, одно козырное место. Нету знаков типа no parking. И бордюры не красные, не желтые. Вот, и пятачок большой, чтобы тут разворачиваться. Хотят, я с никому не мешаю. И сейчас я вышел, посмотрю, сзади стоит этот проезд. Не перекрываю. Да, Александр, обалдел, ночью журел. Так, смотрим, чтобы у нас здесь было все отлично. Потому что вечером тоже перед сном нужно сделать круг, чтобы убедиться все в чем-то. Если тут надо колесо менять, либо еще что-то там, я потерял, подушка взорвалась. Сразу идти сюда, короче, искать механика, стать в очереди. Тебе с наберут через час 4, пускай набирают, но уже займутся. А то с утра просыпаешься и смотришь, ой, блин. И вот так вот уже полдня следующего будешь терять. Вот, видите, там заезд, место здесь до хрена. Все отлично. Доброе утро, ребяточки. Вот Александр умылся, немножечко. Казаем обратно к своему утрачку. Сейчас покажу вам его на солнышке. Он там греется. Сегодня выспался 10 часов. Ребяточки, это рекорды для. Я уже все проверил, цепи без вас. Мискузи. И место козырное у нас здесь, никому не мешаем. Это я вот на колесико катаюсь. С ним реально круто и интересно. Надо нагинаться. Опа, спорт, приседания, спорт, отжимания. Был бы он зеленым, его бы здесь не было видно вообще. Он был бы готов шифроваться почти везде. Поскольку мы проснулись сегодня, часиков 10, то смотрите, у нас полузавтрак, полуобед. Покушаю. Молдавство называется покушаюсь. Сейчас я покушаюсь. Машины перевозит. Кархоллер. Все, ребята, нас в Небраске атакует дождь. Ребята, всем доброе утро. Вот я взял себе на завтрак, там взял три яйца, хлебушек, тост, бекон. Короче, комплект. Давайте я вам засвечу, а так что говорю, ничего не понятно. Вот, пожалуйста. Три яйца, бекон. И картошечка. И белый хлебушек, тост, и кофе, что не хотел с утра кофе. Взял себе горячий чоколадус. Вот у нас груз, все на месте, мы перед сном, конечно же, проверили колеса. Там все движуху, чтобы не было проблем с утра, обычно это надо делать. Так, сейчас залезем. Вот как он выглядит. Такой бардак здесь, бутчито, топорчик, каска. Вот так вот. И это у них для чего? Для масла, наверное, замена масла делать. Не знаю, потому что у каждого военного вот такие вот тазики интересные есть. Ну все, ребятушки, погнали. И смотрите, видите, как тут все удобно, стандартно. Классика. А, ну да, еще дают джем. Вот как, типа, повидло. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы с вами заехали. И так же трудно было сейчас прямо вот здесь ставим трочок. Вот он знаменитый Walmart в Штатах. Огромная сеть этих магазинов. Здесь не так уж и дорого. Но и тоже натур продуктов здесь особо нет. Так же кому нравится именно organic кушать, то здесь их мало. Сезон байдарок. Давайте посмотрим, почем они. 328 баксов. Обычная пластмассовая, да, ребяточки? В Китае такую бодягу делают за баксов 10, наверное. А вот это типа посерьезнее. Хотя нет, такой же материал. Здесь резина идет, а вот здесь более такое, более порядочное. Бардачок. Я ни разу на них не катался, но батя сказал, что трудно держать равновесие. Я прикололся, да, да, ему трудно сейчас платить. Может на какой-то трудно, а на какой-то нет. Смотрите, этот мужик тоже камуфляжный. Он ищет себе бардайдарчик, вот смотрите под его цвет. Хотя вот эта должна быть дороже, потому что она больше какая-то, более, такая, более наддутая какая-то. Да, да, вот смотрите. 554 бакса. Не знаю, лично я бы такие бабки за эту тему не давал. Потому что я особо бы ее не использовал. Я бы взял в аренду, поприкалывался бы немножко и все. А так, чтобы она у меня валялась на заднем дворе, ребята. Что скажете, вы бы взяли такую бардарочку? Или тоже в аренду, как я? Хотя я еще ни разу не брал такую в аренду. Один раз было дело, я искал. 10 миль катался на одном колесе, на этом. И там не нашел. Там все ребяточки катались на своих. А я думал, что там в аренду можно. И такой кружок большой сделал. Вот она вода. Здесь, короче, стоит 5,36, 40. Представляете? А там, получается, 24. Стоит 7 баксов. На трекстаде. Так что он выгодно здесь. Сейчас сразу две возьмем. Страчок. И пускай там лежат. Даже три возьму. И вот такой сок возьмем на литр 75. И он всего лишь... Ну, он вкусный, реально. Стоит 2 доллара и 8 центов. Так что его тоже возьму. Потом взял вот такой вот, как прессованный биф. Только тут грамм. Вось один грамм. Стоит 3,20. И вот такой Принглс. Стоит 2 доллара. Сейчас-то еще себя найду. Немножечко докупились. Просто реально, ребятчики, жаба давит. За воду давай такие бабки 7-8 долларов. На трекстаде закиски там 24. Стоит дороже, чем пиво, вода. Это я выруливаю, помогаю локтем. Все помогают локтями. Просто я не доезжаю в 5 часов. Я был в одном специализированном магазине. Взял каких-то тут. Пару бутылочек. Чего-то. Ребятчики, если кому-то скажете, вам секир башка. Если кто-то меня сдаст. Вот он чашечек в трочку. И нам сейчас 100 мили стало запилить. И чашечка в 5 минут на месте. Вот еще одно приветствие в штат Юта. Такое же мы с вами проезжали. А здесь, смотрите, какое-то крутое. Сейчас мы наши наклеечки сюда тоже наклеим. Ребята, наклеечка наша. Так, куда ее? С кем будем дружить? Не подскажете? О, давайте Бобр Курва. Все, Бобр Курва здесь. Все, сделал пару фотокарточек, как моя бабуля говорила. И она мне говорила, комната. Говорит, комната. И она мне говорила еще, Сашенька, где мне разменять 10 доноров? Доноры, короче, я менял. Когда-то бабуля. Воспоминания о ней только позитивные, шикарные. Все, Бобр Курва. А здесь, кстати, много животных было этих, суслики. Вот они здесь высовались. Все вот эти вот ямки, видите, дырки. Суслики вылазили когда-то. Не когда-то они здесь реально живут. Просто, знаешь как, вечером, может, они не вылазят. Но одни, они здесь живут 100%. Давайте четкий покручу, может, они вылезут. Если кто-то знает другой способ, как их вытащить, пишите. Так, видите, славочка. Реально, такой классный вид отсюда. И поезда из прикольной ездит. Такие длинные. Состав длинный, где-то по 200 вагонов. И там, где контейнеры по два этажа. Там одна парочка тоже поднялась. Они, наверное, там романтик делают. Если ребятки, мы что-то поймаем. То вы это увидите. Но горка такая, процент хороший. Давайте скажем, процентов 15-20. Горочка тут. И вот наш колесик. А как спускаться будем, блин? Это не очень резкий такой спуск нам будет. О, обалдеть. Что, какая-то тачка тут. Так, будем съезжать. Опа. Так, это нос быка какого-то. Он какой-то худой. Он, наверное, мало кушал. Его кормили мало. Это бык спортивный. Обалдеть. Это настоящее. И как она поворачивала, видите? Опа, вот что. Вот они, тормоза. Вот тоже вот эти дальнобойщики встали здесь. Я вот этого вообще не советую. Потому что тут на скорости ребятки заезжают сюда, в этот карман. Лучше вот где выезд, там где нет-нет, они набирают разгон. Вот там вот безопасно. А возъезд вот реально опасно. Любой чувак будет ехать и вспомнить, что ему надо поворачивать, резко повернет. И не дай бог. Вот, ребяточки, встретили здесь земель, 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 земельечки. С Украины и с Молдавии. Короче, все вместе взято. Сразу по лицу видно, да? Я беру ребяточки, сделаю его фотографии. Все, ребят, всем пока. Все, полетели. Парочка. Ой, блин, смотрите, какой спуск здесь, обалдеть. Короче, стрёмный. Но мы на колесике. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. А, нормально, стрельковый устойчивый. И тормозит, и медленно едем, супер. Короче, друзья, колесик всем. Сауэтую. Уже не первый раз. А здесь кокулям оно чья-то, видите? Так что, к деньгам. Вот еще кокуля. Опять к деньгам. Вообще, нисколько не жалею, что вот такие остановки делаем. Хоть уже был здесь, не знаю, наверное, десяток раз останавливался всю свою карьеру тракториста. Но вот лишний раз остановился. Хоть и вам, ребяточки, видосики. Сам тоже кайфанул. Наклеечку наклеили. Земель встретили. Играет музыка. Доброе утро. Какая у меня рубаха, да? Как будто я спал где-то по трейлерам. Сегодняшнего дня. Я, короче, проснулся, я умылся. Через 4 минуточки наша штаб-квартира. Так что, ребяточки, я завел трачок давненько. Он у нас согрелся уже минут 25. Так что трогаемся. Скидывать грузяку с хвоста нашего трейлера. Ай, какой прекрасный вид, ребята. Горы, все дела. Штат Юта. Очень колоритный штат. Здесь разные деревья, разных цветов. Я имею в виду, когда осень. Все знают, да, молдавский классный язык, этот самый стишок. Наступила осень, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Я обожаю молдавский язык. Ребяточки, я оттуда. И очень сильно скучаю. Но уже там не был в Молдаве лет 10. Хотя была полностью возможность на это. Так что, здесь колоритно все. Разные деревья, разных цветов. Листья. Оранжевые, красные, бордовые. Зеленые. Ну все, там дядя один был. Я такой говорю, вот у меня деливери для тебя. Он такой говорит, ну для меня так для меня. Я говорю, так подожди, вы что, не знакомы с этим? Он говорит, я нет, но может там ребята, типа, ну адрес наш. И он мне сказал, где припарковаться, где разгружаться. Погнали, никаких рамп у них нет. Но ничего страшного. Нам нужно использовать только один набор рамп. Так что, это праздник. Все, погнали парковаться и разгружаться. Все, разгрузили нашего динозавра. Считаем бумажки на роспись. И затем будем собирать, ребята, наши рампочки. У нас дальнобойщиков, да не только, ребяточки. Я думаю, что у каждого мужчины есть вот такой черный ящик от Якубовича. Видите, с разным барахлом. Все, что нужно. Вот даже, смотрите, болты, там все движения. Вот даже у меня курчок такой один в плюсе. Если что, шпильку я бы отсюда вытащил. Но я еще тут поискал. И вот нашел шпилечку. И сейчас пойдем зафиксируем. Не надо оставлять на последний момент. Получается, то, что не сделал сегодня, не сделаешь никогда. Опа. Опа. Я всегда с собой беру ящик от Якубовича. Видите, здесь не фонтан, не особо чисто. Мы лазим редко. Но здесь домократик у нас. Это чтобы тарпы клеить. Клей. Клей момент, клей момент. Самый лучший клей. Ты в кулечек мне налей. Будет веселей. Не знаю, с детства осталась эта песня у меня. То, что мы прикалывались. Так что вот я и сейчас ее спел. Есть ножовочка по металлу, по дереву. Где же наш Паршел? Есть один, ребяточки, отсюда Сакраменто. Типа, ну, отсюда, откуда мы возьмем. Он едет в Лос-Анджелес. Если бы мы туда ехали, то было бы круто. Но нам, получается, до 400 миль ехать. Сакраменто, там, где будем разгружаться. Так что, ребяточки, наверное, а то этот груз пойдет мимо нас. Потому что за каких-то 500 баксов один день терять. Что-то не горю желанием. Так что пока мы сейчас подожду еще где-то минут 20-30. Если нет, то уже газуляторов. Без паши, Лос-Анджелес. Так, мои хорошие. Как по-молдавски звучит? Сфутон Дэнс. Сейчас для вас я Асфутон Дэнс. Это для поддержки, ребяточки. Давайте, я сейчас танцую, и у нас должен появиться парк. Поставил лайк, комментарий, подписочка. Ну все, спасибо. Держи питосик. Да, подождали немножко. Все, глухарь. Ребята, полный газ. Вот у нас маршрут построен. Да, здесь знаков не парковаться нету. И обочина большая. Так что, по всей видимости, здесь можно останавливаться. Типа официально. Обалдеть, смотрите, какая пустыня здесь. Сольные равнины. Вот, и постоянно, когда я здесь был, то вот эти ворота были закрыты. А кто-то, видимо, по беспределу их открыл. Но как нам не зайти вовнутрь, если там открыто? Нет, это не наша кепка. Так, погнали, закинем одну. Без контакта, мы ее туда закинули. Ребяточки, так и не надо ее забирать отсюда. Две уже просто кто-то забрал. Одну за другой. Как будто хочется нассать на нее, да, ребяточки, чтобы ее не забирали. И вот, да, люди ставят все. Вот такие замочки. Еще какие-то замочки. Маленькие специальные, вот они. Тут проезжают и ставят. У кого что есть? Вот пахучки из машины. Кто-то такой ремень поставил. Все, что было. Вот звездочка какая-то. Банки от пива. Наверное, здесь пьют пивасик, говорят, ну все. Короче, я здесь был. У кого что есть? Эти резиночки какие-то. О, ребята. Женские трусики. Труселя. Да, смотрите, кто-то свои труселя и составляет. Кваше есть. О, кто-то игрушку, моцик оставил здесь. Ого, смотрите, сколько замков здесь. Наверное, целая бригада была, да, дружная команда. Тут серьезные труселя уже, размер побольше идет. Ну что же, пошли вовнутрь. Главное, чтобы нас не закрыли здесь. Кто нас закрыт? Кому мы нужны? Ага, здесь специально ограждено, видите, чтобы ничего не попадало. Потому что, видимо, скоро шмат упадет. И чтобы они не несли ответственность. Вот в чем прикол. Вот мы потрогали. Вот видите, его поставили в январе 1986 года. Давно здесь. Ну что ж, поконим. Короче, кому интересно, здесь, короче, устраивают гонки. И на скорость. Не важно, какие машины там. Не знаю, какие реактивные двигатели у них. Даже Salt Lake City, там гонки или вот сольные равнины. Salt Flats Racing. Что-то вроде этого. А, не, нормально, мы не буксуем. Но по-любому тут влажно немножко. Здесь, наверное, специально они привезли вот это или кто-то делал какое-то мероприятие. Наверное, здесь расписывались. Типа свадьбы, мероприятия какие-то делали. Это ворота в рай. Сейчас все нормально, мягко было. Я, короче, на трех траках здесь катался на своих. Я троллера оставлял вот там вот на парковочке, когда этих бетонок еще не было. Даже в прошлом году здесь катался на этом красном траке. В позапрошлом на синем и на зеленом катался. Короче, три года подряд. А в этом году просто не судьба. Ну, я даже не собирался сюда заезжать. Не знаю, уже особо не тянет. И люди, которые собираются здесь, салюты, там еще что-то. Даже прикалываются, когда машины заезжали. Такие кучки делали. Делали костерчик. И вот так вот прикалывались, отдыхали. И у них еще были такие воздушные, такие разноцветные, типа дымовые шашки такие. И вот такие огромные сольные равнины. Короче, то дерево жизни, которое штат Аюта, сегодня посетили. Вот и сольные равнины. Что нам еще посетить? Ну, сейчас, если честно, мало людей здесь. На выходных, я не знаю, когда я проезжал. Раньше есть постоянно целая куча людей. Много людей. Вот люди тоже позируют. Здесь это у нас предпоследняя остановка уже. Это мы еще в штате Невада. Потому что здесь солярия намного дешевле. Ребяточки, сейчас пойдем возьмем что-то изнутри. Там, допустим, в харике еще что-то, чтобы подгрызть. Чтобы не было скучно. Возьмем заодно наши заправочные треситы. Вот, ребяточки, заехал в Калифорнию. И они проверяют наш хаммер, чтобы там не было жуков на них. Вот так вот. Калифорния и Флорида, они вот так действуют. Спасибо большое. Удачи вам добрый день. Все, ребята, прошли инспекцию. Тут агрикултура инспекция. Агрикултура инспекция. Потому что Калифорния, Флорида, Айдахо кормят. Большую часть Америки. И вообще фрукты, овощи, они просто здесь. И они боятся каких-то жуков. И вот так вот они проверили, если там есть жуки у нас на Грузе. Но их там нет. Но если есть, они, наверное, констатируют, откуда взялись эти жуки. Они берут мои документы, смотрят. Типа вот так анализируют все Америки. Это моя точка зрения, сколько я знаю. Ребяточки, good morning. Вот наша документация. Мы привезли за Хаммер и припаковались прямо у забора. Здесь военная база серьезная, наверное, с той стороны идет. Там, где нужно проверять. А здесь типа нет. Просто склад. Там хоть человек уже ходит. Я как мирный зритель проснулся сегодня в 7. Они открываются типа 8. Ну ничего, я сейчас тебе обу что-то буду разматывать. Просто цепь, я не буду ее открывать. Буду просто разматывать и те резинки буду убирать отсюда. Здесь, ребята, то же самое. Там то же самое. Что-то просто одним щелчком. Чак, чак. Отличненько, друзья. Мы заехали сейчас в 7.30. Это уже зашибись, потому что написано что типа с 8. И главное, этот же мужик, который нас пикапил, он здесь, короче. Он приедет сюда. Я вспомнил как. Он говорит, ну где? Я говорю, ну отлично. Да. Все. Сейчас в 7.30. Видите, написано в документах, что 8. Я просто в 7. Я подготовился. И сейчас в 7.30. И я еще буду разгружать и газулятором. Ребяточки, с вами штаб в квартиру. Вставить бабочки, бабуленчики. А самостоятельно. Не забываем подписываться на канал. Пальцы вверх. Телиться с друзьями. И нажимать на колокол снизу, чтобы одним из первых узнать, когда Александр залет очередное видео на канал. Только с вашей помощью мы его прокачаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok